Туши двух лосей обнаружили сотрудники экономической безопасности в машине жителя Нижнекамска. Их внимание привлекла капающая из багажника кровь. Убиты, по мнению стражей, порядка, животные были незаконно. Дело было возбуждено по статье «Незаконная охота». Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Юлия Гоголева с подробностями. Вот пятны крови. На предполагаемых браконьеров сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вышли буквально по горячим следам. В гаражном боксе обнаружены две тучи, словительно лося. Там же находились пять человек. Всех их задержали, но к незаконной охоте, как потом выяснилось, отношения имели не все. Пошел, зашел в гости. В гости зашел, кому? Друзьям. Кому именно? К братишке. Хозяин гаража уверяет, что сам на охоту не ходил. Туши ему привезли. Кто, не знает. Но от выгодного предложения отказываться не стал. Купили мясо, привезли. У кого купил? Ну, вазик какие-то подъехали. Куда подъехали? В машину, в зале. Почем купил? 25 тысяч. Наличь надо было на прокарте? Наличь надо. Но полицейские в этих словах усомнились. Причины были. В лесопосадке неподалеку от одного из промышленных предприятий Нижнекамска полицейские обнаружили останки двух самок лосей. А в машине, где сначала и находились туши, оперативники нашли пять топоров и семь ножей. При обыске дома изъяли охотничьи ружья, патроны, охотничьи билеты и лицензии на оружие. Только лицензии на отстрел лосей не нашли. По данному факту, органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2, статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная охота. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Юлия Гоглева, Нафиса Минязова, Вызов 112.